Жители разных городов России в июле могут стать донорами крови, костного мозга и стволовых клеток. Точки забора биоматериалов работают при институтах гематологии, станциях крови и даже в парках. Это часть общероссийского проекта Федерального медико-биологического агентства. Его цель – побудить людей стать донором костного мозга. Масштабная информационная кампания по привлечению тех, кто готов поделиться своими клетками, развернута и в интернете. Сколько людей готовы откликнуться на призыв ФМБА в Москве? Узнаем у нашего корреспондента Артема Высоцкого. Он выходит на прямую связь со студией от ВДНХ, где у павильона Дом культуры работает мобильный донорский комплекс. Артем, добрый день. И так все-таки почему так важно расширить реестр доноров костного мозга? Здравствуйте, коллеги. Как вы уже сказали, сегодня на ВДНХ ждут всех, кто готов стать донором. И не только обычным, но и донором костного мозга. Я же, в свою очередь, хочу поделиться с вами и с нашими зрителями точными координатами. Мобильный комплекс службы крови расположился рядом с павильоном Дом культуры. 25 тысяч человек в России ежегодно сталкиваются с заболеваниями кровотворной и лимфатической систем. Каждые 20 минут один человек в России заболевает раком крови. И только 15% пациентов находят донора в семье. Пересадка костного мозга для большинства таких пациентов – единственная возможность победить болезнь. 5 тысяч россиян ежегодно нуждаются в трансплантации костного мозга. Трансплантация, пересадка костного мозга необходима тем, чей костный мозг поврежден и не может производить здоровые клетки крови. Чаще всего это происходит из-за онкогематологического или генетического заболевания. А еще костный мозг повреждается, когда для лечения опасных заболеваний используют химию или лучевую терапию. При лимфоме, лейкозе, толосемии однозначно требуется пересадка костного мозга. Вот почему Федеральное медико-биологическое агентство России – Национальный фонд развития здравоохранения и проводит большую просветительскую работу с населением, призывая вставать в ряды доноров крови. Сегодня на ВДНХ для участников акции работают фотозоны с арт-объектами, посвященными донорству крови. Здесь же расположена донор-почта, где каждый желающий может подписать открытку с добрыми словами донору или пожеланиями выздоровления пациента. Почтовые карточки затем передадут донорам и пациентам столичного региона. Тем, кто решит сдать кровь, предлагают чаепитие, сувениры и билеты на бесплатное посещение музеев ВДНХ. Это музей славянской письменности, музей истории выставки, центр космонавтики и авиации. Мы поговорили с теми, кто откликнулся на призыв посетить день донора, и вот что нам рассказали гости ВДНХ. Я пришла для того, чтобы поделиться своей кровью, потому что кровь спасает жизни. Что вы будете сдавать? Я буду сдавать обычную кровь и хочу записаться на HLA терпирование. Именно вы собираетесь стать донором космонавтики, я так понимаю? Если мне предоставится такая возможность, я буду рада поделиться. Процедура прошла прекрасно, привело меня сюда то, что я сдавала в 13-й раз уже кровь. Вот, я семимильными шагами иду на почетного донора. Вообще, я обычно сдаю в онкологическом центре имени Рогачева. Вот, но сегодня, поскольку вот была такая вот акция, решил посетить в парке. Итак, почему стоит подумать о том, чтобы стать потенциальным донором костного мозга? Дело в том, что донора при необходимости ищут через федеральный регистр, своего рода банк крови, а его нужно регулярно пополнять. По экспертным оценкам и математическим моделям, при включении в федеральный регистр не менее 500 тысяч доноров, вероятность найти в нем полностью совместимого для российского пациента равна 45%, а частично совместимого чуть больше 88%. А совместимость тут очень важна, ведь донор и реципиент должны быть генетическими близнецами. В регистре Всемирного банка костного мозга состоит почти 40 миллионов человек, но шанс найти в нем совместимого с россиянином донора крайне мал. Генетические близнецы чаще всего встречаются между людьми одного этнического происхождения. В России много национальностей, малых народов, которых нет больше нигде в мире. Поэтому россиянину сложно найти донора в зарубежном регистре. Гораздо высшая вероятность поиска потенциального донора дома. В отечественном реестре уже сейчас более 200 тысяч доноров костного мозга, а нужно, по крайней мере, в два с половиной раза больше. Предлагаю послушать организаторов акции, их доводы и аргументы, вступать в ряды доноров костного мозга и крови. В период летних отпусков и каникул, конечно, важно пополнять запасы донорской крови, чтобы все пациенты московских клиник всегда были обеспечены в полном объеме. И сегодня на день донора уже пришло большое количество народу, большое количество записалось, многие видели рекламу в метро. Многие приходили на день донора в прошлом июле месяце на ВДНХ. Практически во всех регионах России есть мобильные комплексы, где можно прийти. В основном мобильные комплексы приезжают на центральные площади в дни празднования, в день донора костного мозга, в день национальный день донора крови, и в всемирный день донора крови. В эти праздничные дни всегда можно встретить на главных площадях любого города России мобильный комплекс и прийти сдать кровь. Да. Давайте посмотрим на трансплантацию с научной точки зрения. Клетки человека имеют свой срок жизни, они недолговечные. Когда погибают, должны обязательно заменяться. Новые клетки крови вырабатывают костный мозг, его еще называют «твалец крови». А еще это ключевое звено иммунной системы. В организме он локализован в бедренных костях, ребрах, костях черепа, позвоночнике. Ткань костного мозга содержит уникальные по своей морфологии кровотворные стволовые гемопоэтические клетки. Вот такое название. Для вступления в федеральный регистр доноров костного мозга сдают всего несколько миллилитров крови, и затем проводятся исследования этих образцов. Они длительные, занимают в среднем до трех месяцев. Таким образом, доброволец становится потенциальным донором. А реальным можно стать с вероятностью один к десяти тысячам. То есть шанс, что ваш костный мозг подойдет заболевшему, не очень велик. Процедура забора костного мозга сама по себе достаточно безопасная и не доставляет дискомфорта. Стволовые клетки забирают с помощью специального аппарата, который забирает из крови только нужные. Еще один способ. Пункция, как правило, проводится в условиях стационара. Если наши зрители хотят присоединиться к донорскому движению, не обязательно бросать работу, дачу, грядки и мчаться сегодня на ВДНХ. Достаточно подать заявление через портал госуслуг, выбрать подходящее время, день, место сдачи образца крови. Сделать это можно в любом российском городе, где работает служба крови. И еще важное уточнение. Донором костного мозга можно стать лишь до 45-летнего возраста. То есть вот я и мой коллега, телеоператор Михаил Чупрасов, мы не проходим возрастной ценз. Кроме того, у донора не должно быть в анамнезе гепатитов, ВИЦ, туберкулеза, малярии, ВИЧ, онкологического заболевания или диабета. И сейчас у нас есть возможность узнать все про донорство от исполняющей обязанности директора Центра крови ФМБА России Ольги Геннадьевны Македонской. В 2020 году служба крови оказалась на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса. Что из того опыта удалось перенести, внедрить в современную практику? Да, действительно, в 2020 году наша страна, как, впрочем, и весь мир, столкнулись с пандемией новой коронавирусной инфекции, которая стала настоящим вызовом для всех отраслей экономики, особенно для здравоохранения. И здесь нам приходилось оперативно менять и подходы к нашей традиционной деятельности, и внедрять новые научные разработки в медицинскую практику. Важно было не допустить дефицита донорской крови. Для этого была запущена всероссийская донорская акция совместно с молодежным движением Общероссийского народного фронта «Молодежь КНФ» под названием «Оставайся донором», которая стала доброй традицией и продолжается по настоящее время. Привлечение доноров стало общей задачей для волонтеров, медиков и неравнодушных людей. Нам удалось сохранить те показатели донорства, которые были и в доковидные времена, и даже в ряде случаев приумножить то число желающих сдать, особенно компоненты крови, которые обладали таким признаком, как антикорон и вирусная плазма. И оперативно внедрялись в клиническую практику, что позволило сохранить жизни многих наших сограждан. Ольга Геннадьевна, а какие вопросы и аспекты донорства, ее компонентов, сегодня нуждаются в особом внимании? Служба крови ориентирована на развитие регулярного, безвозмездного донорства. Важно сохранить стабильность и развивать донорское движение на постоянной основе. Должны приходить новые доноры, привлекать молодежь. Но сегодня одним из ведущих направлений деятельности службы крови является заготовка донорской плазмы для обеспечения фармацевтической отрасли, для того, чтобы передать ее на производство для дальнейшего изготовления лекарственных препаратов на основе плазмы крови. Учреждения, которыми вы руководите, это настоящие фабрики по производству крови. Что сегодня входит в эту систему? Служба крови сегодня – это уникальная структура. В состав службы в крови входят организации, которые осуществляют деятельность по заготовке, переработке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. На сегодняшний день это более 300 медицинских организаций. Из них учреждениями службы крови ФМВА являются 4 станции переливания крови, 15 плазмоцентров и 23 отделения переливания крови. Масштабная работа, которая проводится в службе крови, направлена на обеспечение как клинических потребностей всех медицинских организаций оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению Российской Федерации, также и для обеспечения потребностей фармацевтической отрасли в плазме донорской крови, которая в последующем будет переработана в лекарственные средства. Вот мы с вами видели сейчас работу выездной бригады Центра крови ФМВА России. Здесь на ВДНХ все желающие уже смогли пройти так называемое типирование для вхождения в регистр нервовственных доноров костного мозга. Донорство костного мозга, напомню, безвозмездное. Это общемировая практика, ведь слово «донор» происходит от латинского «дона» – «дарю». Но у тех, кто реально стал донором, то есть прошел через забор костного мозга, а не просто сдал кровь на типирование, в России есть льготы – пожизненный, налоговый вычет 500 рублей в месяц и страхование жизни сроком на один год. Саша. Спасибо, Артем. Наш корреспондент Артем Высоцкий рассказал о том, как проходят мероприятия по привлечению людей к донорству крови и костного мозга. Продолжение следует...